Со смертью хана Тухты закончился еще один большой этап в истории Золотой Орды. На протяжении 13 века Улус Джучи представлял себя некое подобие федерации улусных владений, подчинявшихся единому хану, но обладающих определенной долей самостоятельности. Удельные правители Джучиды могли обладать большим влиянием и бороться с ханской властью. Ярким примером этого является деятельность Ногая. В то время сила центральной власти зависела исключительно от личности хана. Если хан был слабым, то и в Улусе Джучи усиливались удельные правители Джучиды. А вот с наступлением 14 века Золотая Орда вступила в новую стадию своего развития, которая ознаменовалась усилением роли ханской власти. Благодаря хану Узбеку Улус Джучи стал более единым и монолитным государством. При нем начался бурный экономический рост, развитие городов и ислам утвердился в качестве государственной религии. Наступило новое время в истории Золотой Орды. Улук Улус стал трансформироваться и практически все эти преобразования осуществлялись благодаря хану Узбеку, великому правителю и реформатору. При нем и его сыне Джанибеке Золотая Орда достигла наивысшего развития. По воле хана Узбека Улус Джучи в 1313 году был утвержден ислам и все его подданные стали мусульманами. Золотая Орда до восхождения на престол хана Узбека была необычайно веротерпимой страной, поэтому значительная часть кочевой знати не поняла своего нового владыку. Начался конфликт, который быстро перерос в заговор против хана, а затем и в полномасштабную войну. На стороне Узбека, принявшего новое имя Мухаммед и титул султана, стояли наиболее развитые культурно-экономические регионы Булгария и Центральная Азия с богатыми и многолюдными городами, а также значительная часть кочевников. А вот на стороне поборников древних традиций была часть пришлых и кипчакских племен Великой Степи. Силы были явно неравны, и узбек легко подавил мечежи, казнив при этом большое количество чингизидов из лагеря своих противников. Среди погибших был и сын Тохты, Ильбасмыш, который претендовал на ханский трон и был главным соперником узбека. Затем, с ревностью неофита, хан узбек принялся насаждать ислам и перестраивать систему управления, по примеру, мусульманских стран. После реформы узбека власть Улуси переходит из рук многочисленных потомков джучи, имевших свои собственные уделы и подданных, к наместникам хана. Великую Ясу Чингисхана заменили законы шариата. Историки задавались вопросом, почему Золотая Орда приняла ислам, а не христианство, ведь православные священники пользовались уважением у ордынской знати и весьма активно действовали в сарае. Например, еще в 1261 году в столице Золотой Орды была создана не просто христианская миссия, а епархия во главе с епископом, стояли храмы и священники вели службу на пространстве от Волги до Днепра. Принятие именно ислама в Золотой Орде было обусловлено тремя факторами, прежде всего это связано с личностным аспектом хана узбека, он находился под влиянием сувийских шейхов, происходивших из Хорезма. Во-вторых, христианство, имеющее в своей основе миролюбивые заповеди Христа, не давало возможности задевать новые войны, окружение узбека требовало от него установления жесткого диктата на завоеванных землях. Принятие христианства не было возможным в тот период, так что возможности выбора религии на самом деле у ордынцев не было, сложилась только иллюзия выбора. Помимо духовных причин, в решении узбека был и экономический мотив. Богатые исламские купцы вели торговлю на огромных пространствах от Египта до Китая, и ордынские ханы стремились переключить часть торговых маршрутов на свой улуз. При хане Тохте был наведен порядок в денежной и транспортной системах улуза Джучи, и Золотая Орда стала активно участвовать в международной торговле. В результате в страну потек поток денег и товаров, началось бурное развитие ордынских городов. Арабский историк Ибн Арабшах отмечал, что караваны без страха и опаски проходили из Хорезма до Крыма всего за три месяца. При этом не было необходимости везти с собой фураж для лошадей или продовольствия для людей, так как по всему пути было многочисленное население, готовое продать все необходимое в пути. Мусульманские купцы того времени объединялись в крупные торговые товарищества – уртаки, которые были прообразом современных транснациональных компаний. У них уже существовали безналичный расчет и векселя, которые можно было обналичить в любом городе, где были представители уртака. Зачастую в эти объединения входили чиновники и правители стран, в том числе и ханы Золотой Орды. Это было взаимовыгодное сотрудничество, так как вельможи имели долю в доходах, а купцы – покровительство и защиту. Прибыль от торговли и возможность взять кредит у купцов позволяли ханской власти финансово не зависеть от кочевой аристократии и всегда иметь полную казну. Экономическим центром Улуса стало Поволжье, где пересекались торговые маршруты из Восточной Европы, Закавказья, Ирана, Средней Азии, Причерноморья и стран Востока. Соответственно, росло и влияние купцов, которые потихоньку проникали во власть, становились советниками, помощниками и понемногу направляли политику в нужную им сторону. Эти купцы выступали своеобразными миссионерами, усиливая позиции ислама среди ордынской знати, и реформа узбека стала итогом их усилий. Всего за два года практически все поданные хана приняли ислам, и эта вера стала доминировать на просторах от Дуная до Алтая, а прочие культы практически исчезли, за исключением христианства. По оценкам многих ученых, решение узбека привело к заметному развитию экономики и культуры Улуса Джучи, благодаря активному заимствованию знаний и технологий мусульманского мира. Считается, что ислам в Золотой Орде был наднационален, а значит, стирались противоречия между отдельными племенами и народами Улуса Джучи, которые должны были стать одной общностью. Сам хан узбек, похоже, искренне принял новую веру, по крайней мере, его современник Аль-Аумари так описывает хана. Узбек – мусульманин чистейшего правоверия, открыто проявляет свою религиозность и крепко придерживается мусульманских законов, строго соблюдает совершение молитв и отбывание постов. Произошло и еще одно значительное изменение. Как отметил ряд историков, с принятием ислама как официального государственного культа, ханская власть в Улусе Джучи получает принципиально новое толкование. В силу вступает характерный для ислама принцип слияния светского и духовного, что означает обязанность правителя следить за правильным ходом всех сторон жизни, за их соответствием божественному закону. При Узбеке происходит сакрализация власти, поскольку правитель представляет собой власть единственного, настоящего владыки Аллаха. Отражением представления о сакральном характере государственной власти было появление в государственных документах Улуса Джучи, традиционных для стран ислама, богословских формул. Также ислам оказывает серьезное влияние на джучитскую дипломатию, нумизматику и дело производства. Арабский алфавит в официальных документах постепенно вытесняет уйгурский. На абсолютном большинстве золотоордынских монет используется арабская эпиграфика, а год чеканки дается по хиджере. Немало сохранилось монет с унитскими знаками и мусульманским символом веры. В джучитских ярлыках с традиционным 12-летним циклическим календарем с первой половины 14 века начинает использоваться летоисчисление по хиджере и месяце мусульманского лунного календаря. Кроме того, в период правления хана Узбека перестает иметь значение съезд знати Курултай. Отмирает важнейшая функция Курултая – решение вопроса о старшинстве среди потомков Джучи. Хан, как единственный законный владыка, вместо Курултая решает все вопросы престола наследия. Согласно религиозным принципам правления, выдвинутым исламом, право на государственную власть является осуществлением воли и поручения Аллаха. Некоторые ученые, такие как Гумилев, считали, что принятие ислама в Орде стало причиной начала междоусобных войн за власть, так как нормы ислама стерли древние степные обычаи и традиции, касающиеся вопросов престола наследия. Однако в восточной части Золотой Орды все-таки сохранились древние традиции. Ханов выбирали с одобрением войска и народа, а власть могла передаваться не напрямую от отца к сыну, а, например, от дяди к племяннику. Этот принцип сохранился и в казахском ханстве. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.